Приветствую, меня зовут Василий Зверев. Вы смотрите блог Гойда. Здесь мы говорим об агрессии России против Украины, пропаганде, политике и жизненных реалиях в условиях войны. Многие военные эксперты называют войну между Россией и Украиной войной технологией, войной роботов и дронов. И это неудивительно, ведь армии прошлого воевали практически не зная, что там у противника. Сегодня война стала очень технологичной на всех уровнях. Спутники, беспилотники, разведчики, которые видят буквально всё. Малейшее движение, даже на тактическом уровне, не является неожиданностью для противника. Поднимаются беспилотники и выясняют, что, куда и зачем движется. Но хватит прелюдий. В первой части этого блога я сегодня буду говорить о дронах. На российских федеральных каналах уже не стесняются говорить о превосходстве ВСУ в вооружении. В данном случае именно в дронах. У нас есть огромные системные проблемы, которые необходимо решать. Там боеприпасы оставим, об этом уже много было сказано. Я бы сконцентрировался во внимании на двух моментах. Это FPV-дроны, это лёгкие гоночные дроны, дешёвые, что самое главное, способные нести морковки, снаряды к РПГ. Проблема в том, что у нас их просто меньше, чем у противника, хотя их необходимость была понятна ещё год назад. Они прекрасно справляются с этими задачами. Вчера, в частности, завирусилось видео с экранской стороны, когда подобный дрон там летит, его шатает, он еле-еле двигается, у него тормозит картинка. Но при этом он несёт кумулятивный снаряд и врезается в наш салцепёк. И они это используют массово. Но как будто бы необходимость сильно назрела. К тому же, учитывая, что противник, он более гибок в этом плане, ему легче подстроиться. И они подстраиваются. И нам важно их догонять в этом плане. Это будет просто дешевле и эффективнее, чем использовать те средства, которые у нас сейчас есть. Вот мне очень интересно, неужели после всего сказанного военкор не попадёт под статью о дискредитации армии? В продолжение темы об очередном примере цинизма запредельного уровня. Оккупанты учат управлять дронами мариупольских детей. Какую вы задачу сейчас выполняете? Бомба очень большая. А как удар? Что там? Бомба. Ребята обучаются пилотированию пивидронов на симуляторе. Ну, первым делом это дроны-коммуникации. Ну, что тут скажешь. Сначала они разрушили город до основания, стёрли с лица земли дома, больницы, предприятия. А теперь готовят из детей войны юных боевиков, которые должны будут направлять дроны на чужие дома. И заканчивая этот посвящённый дроном-блог, хочу сообщить о том, что у меня есть хорошие новости для украинцев и плохие для россиян. Украина запустила в серийное производство беспилотники с дальностью 3100 км. Минобороны уже заключила договор с компанией Аэродрон на производство и поставку двух моделей БПЛА весом 80 и 300 кг. Одна украинская частная производственная компания заключила договор с Минобороны, понимаете, что это было непросто, на поставку сбройной силы Украины дронов, которые они делают сами. Не шахеды, не что-то ещё, а украинского производства. В чём прикол этих дронов? Бомбовая нагрузка 80 кг. Это, ну, поверьте, достаточно серьёзно. Но ключевое – это расстояние. Они действуют на расстоянии до 3000 км. 3000, ребята, это Сибирь. Какая там Москва или Мурманск, какой там аэропорт в Энгельсе, какой там Крым. Ребята, не достанут их везде. И я знаю, как работают производственники, когда это нужно для сбройных сил Украины срочно. Они работают сутками, днями, ночами, в две, в три смены. Колотятся, и всё получается очень-очень быстро. Так что, я думаю, в ближайшее время эти дроны будут у нас. И орков ждут грустные дни. Очень грустные. И это хорошо. Подготовка к нашему большому контрнаступлению. Продолжим. О делах военных мы поговорим с экспертом Сергеем Грабским. Сергей, я вас приветствую. И давайте поговорим о том, что, по вашему мнению, сегодня является самым главным на передовой. Давайте такая короткая сводка по военным новостям. На сегодняшний день на передовой у нас самым главным и самым горячим участком остается Бахмут. Противник продолжает давить. Есть его продвижение на северном фасе. Есть информация о занятии такого населенного пункта, как Дубова-Васильевка. И продолжение наступления противника. В общем-то, ничего нового здесь не происходит. Бои продолжаются. Активные бои. И знаете, здесь говорить, что противник имеет однозначное преимущество нельзя, потому что мы удерживаем южный фас. Продолжаются активные боевые действия в самом городе. Поэтому мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации именно на этом участке фронта. Что касается других направлений, ну, там найти нельзя, конечно, мы уже привыкли говорить, как обычно. Бои продолжаются. Бои продолжаются и на Сватовском направлении, в лесах под Кременной. Мы наблюдаем активные боевые действия в районе Авдеевки, где противник не оставляет своих желаний продвинуться и окружить наши подразделения в районе Авдеевки. Продолжаются активные боевые действия в районе того места, которое когда-то называлось Маринка, и в районе Победы. И обстрелы, обстрелы, еще раз обстрелы в все линии боевого столкновения на всех участках фронта, начиная от Черниговской области и заканчивая Васильевкой на берегу Днепра. То есть очередной день нашей борьбы против российских оккупантов. Но и он вселяет надежду в то, что на большее противник способен не будет, только на такие локальные атакующие действия. И это дает основания нам предполагать, что все-таки украинское наступление состоится. Ожидавшееся масштабное наступление России в Украине, которое до сих пор ограничилось захватом Солидара штурмом Бахмута, в скором времени выдохнется. И до конца 2023 года российская армия потеряет возможность продвигаться вперед. Это заявила глава национальной разведки США Аврил Хейнс. Однако, по ее словам, Путин рассчитывает на то, что продление войны, в том числе и с паузами в боевых действиях, может стать для него лучшим из оставшихся путей к обеспечению российских стратегических интересов в Украине. Даже если это займет годы. И в связи с этим заявлением главы национальной разведки американской, у меня к вам вопрос, который наверняка волнует многих. Эта война действительно может затянуться на долгие годы. Ну, вы знаете, на долгие годы я не скажу, но на определенное время, да, абсолютно. Почему я так, как бы, не очень уверен насчет долгих годов? Потому что нужно понимать, что Россия тоже, она исчерпывает свои ресурсы. Россия начинает ощущать все больше и больше трудностей в экономике. И, знаете, война будет продолжаться до тех пор, пока телевизор будет побеждать холодильник. Как только ситуация изменится, то нужно понимать, что она может перейти в абсолютно непредсказуемую плоскость. Мы знаем, что русский бунт безжалостный и беспощадный, поэтому нужно осознавать и этот фактор. Поэтому, опять же, что мы понимаем под войной? Мы можем выбить противника с нашей территории, но остановит ли это войну? То есть, не будет ли сохраняться угроза нападений за рубежа, знаете, как это было уже традицией, противостояние, извините, Руси и степи? То есть, всегда была такая ситуация, когда из степи накатывались орды захватчиков. Такая ситуация, да, действительно, она может продолжаться годами. Но, знаете, есть еще один нюанс. Давайте не будем забывать, что Путин не вечен. Путин не вечен, и его физическое время на земле тоже придет к концу, и как ситуация повернется, а мы знаем, что со сменой политического лидера в Кремле ситуация может развернуться в непредсказуемую сторону. Это случалось уже неоднократно. Конечно, на этом надеяться нельзя, мы должны выполнять нашу работу, но мы должны выполнять эту работу в течение достаточно долгого периода времени, как минимум до конца следующего года. Вот здесь я более-менее уверен. Это была военная сводка от эксперта Сергея Грабского, а мы идем дальше. В студии у Соловьева обсуждали прилет возмездия, вчерашнюю атаку на Украину. Один из гостей говорит, что никто не заметит, что Украина исчезнет. Другой радуется кинжалом, который якобы начали делать серийно. Не стесняются обсуждать тактику мелкого пакостничества по возвращению Украины в 19 век. Им, конечно, не понравился сегодняшний прилет возмездия, потому что вдруг стало ясно, что все расчеты на западную систему ПВО, как только мы поднимаем бровь, перестают работать. Вы же помните, как нам рассказывали, на три атаки у России осталось ракет, да? Из 81 сбили 50%, 50% долетело. То есть, можете себе представить, насколько на самом деле колоссальный вот этот вот объем ракет, которые пролетели в это украинское хваленое ПВО. У меня есть плохая новость для Украины, для украинцев точнее, потому что в какой-то момент может случиться так, что, в общем-то, никто не заметит, что Украины уже нет. То есть, она просто стерлась и исчезла, и это, в общем-то, никого сильно не волнует. Больше всего то, что меня порадовало прямо, могу сказать, это кинжалы. Помните, мы здесь говорили о том, что перед 23 февраля Чемизов выступил и сказал, что мы начали делать кинжалы серийно. И вот мы сегодня это увидели. Периодически такие удары будем наносить, как вот чуть-чуть они сейчас восстановятся, а мы опять, чтобы снова туда же в 19 век и не поднимались из этого времени. И еще о российских обстрелах. Немного статистики. Вчерашняя ночная атака обошлась стране-агрессору в 736 миллионов долларов. Всего же за пять месяцев массированных ударов по Украине Россия выпустила 821 ракету общей стоимостью почти 7,5 миллиардов долларов или 560 миллиардов рублей. А ведь эти деньги можно было потратить с пользой для граждан своей страны. Хотя, о чем это я? Пока у Соловьева радовались обстрелам Украины, в Москве и Екатеринбурге тоже было неспокойно. Хакеры взломали соответствующие серверы и в эфирах телеканалов и радиостанций звучали сирены воздушной тревоги. Россиянам предложили сходить в убежище и запаковаться йодом. Внимание! Экстренное сообщение! Произошел удар! Срочно проследовать укрытие! Произвести герметизацию помещений! Используйте противогазы всех типов! При их отсутствии ватно-марливые повязки! Принять таблетки калия и юдида! Сохраняйте спокойствие! При ухудшении самочувствия обращайтесь в ближайшее медучреждение! У многих после инцидента возник резонный вопрос. А могут ли российские власти обеспечить защиту от кибер-угроз? Ответ, как видим на поверхности, не могут. Так что россиянам придется привыкать к чарующему звуку сирены. Кремль вполне успешно продолжает взращивать милитаристскую поросль, лишая маленьких россиян нормального детства. В обычной российской школе прошел митинг-концерт в поддержку СВО. Организаторы постарались, чтобы сердца наполнились добром и светом, говорит диктор за кадром. А в это время на экране в припадке псевдопатриотического безумия скачут дети в военной форме. К профессии возрастов пришли на этот митинг-концерт поддержать наших бойцов, что сейчас находится за многие километры от дома, защищая интересы страны. В этом зале нет безразличных и равнодушных. Тут каждый с болью в сердце переживает за своих земляков и за жителей Донбасса. Военная инфраструктура НАТО вышла непосредственно к границам России. За прошедший год западное оружие идет на Украину. Просто, беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. В этот день звучали песни и стихи о нашей великой родине, славной своим прошлым и настоящим. Смотрящий с надеждой в будущее. Организаторы постарались, чтобы сердца зрителей наполнились добром и светом. Им посвящали не менее трогательные поэтические строки. Россия, совесть и душа. В Россию нужно просто верить, благодарить, любить, кормить, как мать, что в возрасте преклонном, боготворить и не забыть. Оберегать от злого взора. Мы дети матушки земли. Что бы вы могли пожелать нашим бойцам, которые сейчас находятся на Донбассе? Я в июле потеряла племянника двоюродного. Никому не желаю, чтобы все вернулись живы и здоровы. Я желаю им мирного неба над нашей головой. Нет на земле такой силы, которая смогла бы победить братские народы нашей страны. Сегодня каждый из нас сердцем с нашими мужественными защитниками. Ух, даже в советские времена такого угара не было. Жесть. Тем временем пропаганда использует заезженную методичку времен СССР. Рассказывает, как плохо у них, чтобы создавалось ощущение, что у нас еще ничего. Из короткого видео вы узнаете, как в Германии все плохо. Хлеб подоржал 6-7 раз. Как там идет реклама с призывом переселяться в Россию. И немцы хотят россиян, как туземцев, поработить. Это нас делает только сильнее. Накладывая санкции на нас, они сами себе пилят сук. Почему они к нам все лезут? Даже сейчас реклама идет в Германии. Немцы, в России хорошая вода, чистая, чистый воздух, просторы, большие просторы. Дешевый уголь, дешевый газ, дешевое электричество, дешевая нефть. И в конце немцы, давайте переселяться в Россию. Видите, что они хотят? Они хотят нас полностью, как туземцев, поработить. Пунит как раз и говорил, что к нам даже за бензином НЛО прилетают. Да, да, да. А с Евросоюзом что дальше будет? Евросоюз распадется как ненужная организация. Вы сами понимаете, когда человек сильный, ему друзья не нужны. Вообще у мудрецов друзей не бывает. Они одиноки всегда. А союзники? Союзники всегда это те, кто хочет от тебя что-то отщепнуть. Либо денег в кредит, либо уголь дешевый, либо на бусинке обменять газ, нефть и все остальное. Поэтому сейчас в Германии хлеб стал дороже в 6 раз. У нас как был 40, 30, 50 рублей, так и осталось. И вот казалось бы, черт с ними, с этими пропагандистами. Ведь бред же несут. Но самое ужасное, что многие в эту чушь верят. И немного пропагандистских истерик. Соловьев грозится взять Рейхстаги и наказать западных лидеров за поставки вооружений в Украину. А Ахматовец Алаудинов жалуется, что России оружие приходится закупать по всему миру. Псула фон дер Ляйн! И еще одну дуру с собой бербок возьмите. Ох, с какой радостью посмотрю я, как с вами разберутся русские войны. Ох, с какой радостью. Заодно знать будете, сволочи, что такое. Посылать технику, чтобы она русских убивала. Дождетесь! Дождетесь! Будет стоять Т-90! Прямо напротив вашего Рейхстага гребаного. И флаг! Легендарный 150-й будет опять развиваться над Рейхстагом. Алаудинов Ахматовец. Яроныч, рад тебя видеть. Если за год мы должны были уже полностью поставить на рельсы все направления, начиная от радиостанций, беспилотников и заканчивая всем остальным, то нам приходится, как мы закупались, так мы и, получается, закупаемся по всему миру через все эти Алиэкспрессы. То есть, суть такова, что большая часть механизмов, рычагов, которые должны были работать, они до сих пор так и не работают. Мы их пытаемся только сдвинуть с места, но итога до сих пор я его лично не вижу. Мы так воевать не можем. Что ж, как видим, спецоперация точно идет по плану. На российских телезрителей стали активно распылять тезисы новой методички. Депутат Гурулев заявил, что в стране есть враги народа. Их требуется выявить и наказать по всей строгости. Как говорится, к стенке и точка. Сегодня боевая задача не только в окопе. Сегодня боевая задача здесь, в тылу. Сегодня боевая задача на каждом предприятии. А где ответственность? Ответственность за выполнение, ответственность за невыполнение. Сегодня предельно стало понятно, что враг народа, а не, оказывается, существуют враги народа, они же есть. Вот открытие-то у нас. Так это же, наверное, надо признать и с врагами народа поступать, как с врагами народа. Не ломая голову. Вот что у них. А народ на земле две вещи хочет. Побед и справедливости. Вот две. Побед и справедливости. Побед, чтобы наши вооруженные силы, обеспеченные всем, о чем говорили, побеждали. И справедливости, что вся сволота, которая здесь саботирует этот процесс, должна встать барьером. Ну, к стенке, по большому счету. Вот так пропагандисты отрабатывают методичку Кремля, чтобы скрыть отсутствие побед на фронте реальном за победами на фронте внутреннем. Охота на ведьм, объявленная дедом, раскручивается в эфирах полным ходом. Вы когда-нибудь замечали, что миллионы россиян никогда не боялись входящую в НАТО Турцию? Но при этом, по данным Левада-центра, большинство россиян, а это 76%, почему-то считают недопустимым вступление Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах. Цифра впечатляет, не правда ли? Хотя стоит отметить, что верить российским опросам, особенно во время войны, гиблое дело. Потому что все опросы выглядят примерно так. Максим Геннадьевич, 40 лет, Сызрань, улица Мира, дом 50, квартира 8. Все верно? Да. Поддерживаете ли вы действия президента или хотите потерять работу? Поддерживаю. Одобряете ли вы деятельность правительства или есть лишние 50 тысяч на штраф за дискредитацию власти? Одобряю. Вы доверяете новостям из телевизора или вам отключить интернет? Доверяю. Поддерживаете ли вы военные действия или хотите на 7 лет в тюрьму? Поддерживаю. Спасибо за опрос. Оцените нашу работу от 1 до 5. Или напишем за вас другие варианты. 10. Спасибо. Хорошего дня. Да пошла ты. На этом все. Вы смотрели блог Гойда. Меня зовут Василий Зверев. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте.